Всем привет! С вами я, Костя Фолстон, и я рад вас всех видеть на своем канале. Сегодня у нас с вами день ностальгии. Ностальгии по Зениту 2008 года, когда они, эти ребята из Питеры, хлопнули в финале Кубка UEFA Rangers со счетом 2-0. И, кстати, у вас есть шанс попасть в мой следующий видос и стать чуточку популярнее. В комментариях напишите хотя бы три клуба на букву «З», кроме Зенита. Пять первых, правильно написавших, попадут в мой следующий видос. Ну а победителя из видео о роскошной жизни Жиркова я назову в конце ролика. Так что дождитесь, напрягите память, напишите и дождитесь. Начну, как обычно, с парня на воротах. Этим человеком был Вячеслав Малафеев. Вячеслав всю свою карьеру, а это на секундочку 17 лет, провел в петербургском клубе, за что ему огромный респект. Завершил профессиональную деятельность в 16-м году, а сейчас ему уже 41 год. На футбольной пенсии сложа руки не сиди. Еще когда его карьера находилась в активной фазе, он открыл агентство недвижимости М16 Недвижимость. Бизнес пошел в гору и спустя несколько лет Кипер зарегистрировал юридическое лицо группы компании М16 Групп. В составе этой группы находились горнолыжная база, юридическое агентство, служба безопасности, агентство по дизайну и, собственно, агентство по обычной и элитной недвижимости. Кроме успехов в бизнесе, в 16-м году стал доверенным лицом Владимира Путина. Если вы думали, что это все регалии Вячеслава, то вы ошибаетесь. Он был одним из сценаристов и продюсером серии фильма «Вся жизнь в перчатках». Как вы уже поняли, в этих документалочках шла речь о выдающихся вратарях, как прошлого, так и современников. В выпусках засветились реально крутые ребята, типа Вандер Сара, Буфона, Кассилиса, Шмейхеля и многих других. После завершения карьеры Малафеев еще и успел поработать спортдиректором в том же «Зените». Однако на данный момент он эту должность уже не занимает. Теперь переходим на левый фланг защиты, где в матче с «Рейнджерс» был чех Радек Ширл. Футболист отыграл за питерский клуб 7 лет и в 10-м году вернулся доигрывать в Чехию. В итоге завершил профессиональную карьеру в 15-м году в возрасте 34 лет и какое-то время играл за любительский клуб с «Бузани». В 17-м году он стал героем скандальных заголовков, когда в одном из эпизодов накинулся на соперника и принялся его тупо избивать. Кроме того, отхватил еще и судья, который пытался их разнять. Одними избиениями дело не закончилось, Радек принялся еще и угрожать. В феврале этого года «Зенит» опубликовал видео встречи главного тренера «Зенита» Симака с Радеком. К слову, под твитом многие с теплотой вспоминают Чеха и его неплохое исполнение штрафных. Левым центральным отрабатывал, как мог, Роман Широков. После «Зенита» успел поиграть и за «Спартак», и за «ЦСКА». Завершил карьеру в 16-м году. Про Рому мы совсем недавно слышали. В юрбительском матче он напал на судью, который рискнул показать ему красную карточку. Еле оттащили. В итоге судья даже подал на него в суд, и там все серьезно. Поговаривая, что избитому судье даже звонили пацаны из подворотни и угрожали, а сам Рома находится под подпиской о невыезде. Так себе медийная популярность, если честно. Партнером Широкова в том матче по центру обороны был Ивица Крыжинац. Хорват отдал «Зениту» 5 лет карьеры, и в 10-м году уехал в хорватский сплит. В 14-м году завершил карьеру во многом из-за старой травмы спины, которая давала о себе знать. Сейчас ему уже стукнул 41 год, и он занимается туристическим бизнесом. Ну а на правом фланге оборону отстаивал Саша Анюков. Ох, классный был защитник. Воспитанник питерского клуба, практически всю карьеру провел в составе «Зенита». Но под конец уже существенно сдал, и в 18-м году был переведен «Зенит-2». А в сезоне 19-20 был отдан в аренду крыльям Совета. Но и там не сильно пошло. В результате чего 28 мая 2020 года Саша объявил о завершении карьеры. «Зенит» тут же подсуетился и предложил Саше место в тренерском штабе «Симака». И Анюков это приглашение с удовольствием принял. Переходим к тройке полузащитников и начнем с опорника Анатолия Тимащука. К «Зениту» он присоединился в седьмом году и сразу же стал одним из ключевых исполнителей. Поиграл за «Зенит» два года и был приглашен в «Баварию», с которой выиграл Лигу чемпионов. Ну как выиграл? Рядом с кубком постоял. Его яростное празднование стало поводом для огромного количества мемов. Ведь он особо не играл, а медаль свою получил. По статистике Тимащук провел четыре матча ВЛЧ этого розыгрыша, проводя на поле в среднем по 35 минут. Но факт остается фактом и на данный момент Анатолий является самым титулованным игроком СНГ пространства. После «Баварии» вернулся в «Зенит», поиграл там пару лет и на годик уехал в Кайра. Сейчас тоже пристроен в структуру «Зенита» и занимает должность помощника главного тренера. Слева полузащите с комфортом расположился Игорь Денисов, который открыл счет в том чемпионском матче с «Рейнджерс». За питерский клуб полузащитник провел долгих 11 лет и в 2013 году сменил Питер на «Махачкалу», где деньгами разбрасывался «Анджи». Однако там платили недолго, буквально месяц. И после «Махачкалы» Игорь играл за «Московское Динамо» и «Локомотив», а в 2019 году завершил карьеру в возрасте 35 лет. Совершенно неожиданно и тихо. Просто приболел ангина и перестал отвечать на звонки главного тренера Семина. Сказал, что будет общаться только с руководством и, видимо, пообщался, раз юридических вопросов клуб к нему не имеет. Отмечу, кстати, тот факт, что в каждом клубе между Игорем и кем-то еще возникали скандалы, и в сборную он перестал вызываться как раз-таки из-за скандала с Черчесовым. Буквально неделю назад бывший массажист Игоря рассказал, что тот стал веганом и уехал жить в Испанию. В одно время пресса сватала Игоря в Зенитовскую академию, однако все это оказалось на уровне слухов. Известно, что до отъезда в Испанию занимался каким-то бизнесом вместе с сестрой, однако каким именно, неизвестно. Удивительно, что человек, которого сопровождало огромное количество скандалов в карьере, сейчас абсолютно пропал из медийного поля. Переходим на противоположный фланг, который тогда рассекал Константин Зырянов, который отдал Зениту 10 лет своей карьеры. В том триумфальном матче вколотил мяч в сетку на 94-й минуте, установив окончательный счет 2-0. Мой тезка пришел в Зенит в 7-м году, когда ему уже было 30 лет. В 2014 году он существенно сдал и был переведен в Зенит 2, где отыграл еще 3 сезона и в 40 лет завершил карьеру. Зенит и тут не остался в долгу и в 2018 году сделал Зырянова главным тренером молодежной команды. Пока что в молодежном первенстве России его клуб выше 5-го места не поднимался. Переходим к атакующим футболистам. Левым вингером тогда был Андрей Аршавин. В матче с Рейнджерс его признали лучшим футболистом встречи. Все мы знаем карьеру Андрея Сергеевича. Я даже недавно выпускал ролик о том, как же живет Андрей сейчас. После Зенита Аршавин, кстати, перебрался в лондонский Арсенал, где у него были очень крутые моменты. В итоге вернулся в Зенит в 2013 году, после поиграл за Кубань и за Кайрат. Повесил бутсы на гость в 2018 году. Сейчас занимает одну из должностей в структуре Зенита. Если быть конкретным, то Андрей отвечает за департамент по молодежным вопросам. По слухам прессы, сейчас его кандидатура активно лоббируется на позицию спортивного директора клуба. Правым вингером в том матче, победном матче, стал Виктор Файзулин. Отыграл за Зенит 10 лет и в 2018 году завершил карьеру в возрасте 32 лет. После того, как он повесил бутсы на гость, решил вести затворнический образ жизни, о чем сам признался в одном из малочисленных интервью. По слухам, в прессе занимался открытием собственного клуба, однако какой-то более детальной инфы в прессу не просочилось. Астрием того Зенита был турок Фатих Теке. Он перешел в Зенит в 2006 году и ушел в 2009. После Питера поиграл за Рубин, однако всего 5 матчей, а после решил вернуться в Турцию, где и завершил карьеру в 2012 году. С 2015 года начал тренерскую карьеру и с 2020 года тренирует Истанбул Спор, который выступает во второй турецкой лиге. Ну и глава всей команды Дик Адвокат. Легендарный для Зенита тренер, который за 3 года в Питере привез туда 4 трофея. Ушел из Зенита в 2009 году, после неудачного сезона. После Зенита тренировал и сборную России, однако покинул пост главного тренера после провала на Евро-2012. В карьере Дика было огромное количество клубов и сборных, однако нигде он долго не задерживался и особых успехов не достиг. Сейчас тренирует Фиенорд и является самым возрастным специалистом в истории голландской эридивизии. В сентябре адвокату стукнуло 73 года. Ну а теперь, как и обещал, я назову победителей из видео роскошной жизни Юрия Жиркова. Там я попросил вас написать, кому же забил Жирков свой единственный гол в футболке Челси. И верно ответили те, кто написал Спартак Москва. Молодцы, ребят, отличная память. А теперь не забудьте ответить на вопрос, который я задал в начале ролика. Ну а у меня на этом все. Не забывайте про лайки и комментарии. С вами был Костя Фолстон. Увидимся совсем скоро. Пока-пока. Не скучайте. Субтитры сделал DimaTorzok